Молодая капуста У меня смесь говядина со свининой Также нам для приготовления голубцов потребуется Лук репчатый, морковь, зелень, укроп, петрушка, лук зеленый, у кого что есть Затем перчик, томат и рис Ну что, для начала я беру рис У меня вот такая вот пачечка риса Мне очень удобно ее проварить и потом добавить в фарш Я ставлю на плиту кастрюлю с водой И ставлю варить до полуготовности Пачечку риса в подсоленную воду Вода в кастрюле закипела Солим ее Для того, чтобы у нас рис вареный не был пресный И укладываем В пачку риса И будем варить ее буквально минут 5-7 Этот рис Для того, чтобы у нас он не переварился Теперь приступаем к капусте Мы должны вот так немножечко кочерыжечку разрезать И постараемся ее отсюда извлечь Потому что она жесткая и нам будет мешать провариванию нашей капусты Потому что мы будем капусту проваривать Ну вот, она уже и отделяется Вот, вот эту жесткую часть мы уберем И теперь всю капусту мы с вами кладем сначала Давайте вот эту вот еще обрежем Толстую часть Она нам все равно не потребуется Такие кочерыжечки толстые Вот, все И теперь кладем нашу капусту в кастрюлю Вариться Солим воду Размешиваем И укладываем для начала Вот этой плотной стороной вниз кастрюльки Вот так Пусть сначала варится у нас нижняя сторона Потом проварится, мы с вами перевернем Капусту нашу Приступаем к мясу Мясо я уже помыла Подготовила Его нарезала на мелкие кусочки И теперь подготовлю лук Хочу заметить, что обязательно в фарш добавлять нужно лук Потому что лук придаст не только вкус, но и сочность нашему фаршу Все Теперь мы берем мясо Вместе с луком прокручиваем через мясорубку Рис у нас уже проварился И мы его достаем Выкладываем на тарелочку И будем остужать его Все А тем временем капуста У нас тоже уже с той стороны Видите, водичка кипит Можно ее будет перевернуть Уже на другую сторону Берем аккуратненько вилочкой Переворачиваем Начинают постепенно у нас отпадать листочки И это хорошо Вот таким образом мы будем отделять Листочки для наших голубцов Смотрите, как наша капуста готовится быстро И вот такие листочки сами по себе уже отделяются Я их беру И уже прям откладываю Вот Один за другим листочки у нас готовы Проваренные Вот они прям отделяются у меня Мясо перекручено Смотрите, какое красивое получилось Обязательно для голубцов покупайте свежайшее мясо Мясо, чтобы не было никакого запаха залеженного Тогда голубцы вам вкусные обеспечены И еще один совет Мне кажется, если мы добавим сюда куриное мясо Все-таки оно пасноватое Все-таки лучше делать смесь говяжьего мяса со свиным мясом Но это мое такое мнение Так, смотрите, какой рис у нас красивый получился Один к одному Вот такие вот рисинки Теперь мы... Он уже остыл у меня Теперь мы его добавляем в наш фарш Вот в этот фарш Если бы мы сейчас с вами делали тевтели Мы бы еще добавили яйцо Но для голубцов яйцо сюда совсем не обязательно У нас не развалится наш фарш Останется нам только его сейчас посолить и поперчить Обязательно я всегда свежеперемолотый перец сюда Перемалываю Тогда душистый фарш получается Ароматный По содержанию, смотрите, если у вас будут ребятишки кушать То, наверное, можно и поменьше перчика Теперь соличку не забываем И все хорошо-хорошо перемешиваем Ну и, наконец, наступает самый торжественный момент Укутывания наших голубцов Формируем голубцы Взяли капусту Я всегда вот эту толстую сердцевинку у капустного листа вырезаю Потому что она жесткая, она невкусная и она совсем ненужная Теперь я беру мясо Вот так формирую, как котлеточку И вот так укутываю И вот так укутываю наш листочек капустный Вот Получился аккуратный голубчик Укладываем пока в тарелочку Следующий листок берем И все то же самое проделываем Вырезаем кочерыжечку Укладываем фаршик Вот так укутываем Заворачиваем И вот такой аккуратный голубчик у нас с вами получился Ну вот, сколько у меня голубцов получилось Смотрите, какие красивые Все ровненькие, аккуратненькие И теперь я вам говорю Следующий секрет моих вкусных голубцов Я их обжариваю Итак, на раскаленную сковородку Я наливаю растительное масло И теперь начинаю Выкладывать сюда Наши голубцы И будем поджаривать их с двух сторон С одной стороны Голубцы поджарились Переворачиваем Для того, чтобы наши голубцы С молодой капустой получились Особенно вкусные Надо приготовить еще Овощную прослоечку Я вот здесь приготовила Морковь с луком Натираем морковь на терке И затем нарезаем лук Меленько И будем все обжаривать На растительном масле На сковороде Вот такая морковочка должна получиться Лучок нарезаем Тоже на маленькие кусочки На разогретую сковородку Я выливаю масло И теперь сюда выкладываю лук И морковь И морковь И начинаю все пережаривать Это у нас будет овощная прослойка для голубцов Следующий момент нашего приготовления голубцов Это подготовка заливки томатной Я взяла вот такую стеклянную емкость И сейчас волью сюда водичку В которой у нас сварилась капуста И начинаю добавлять туда томатную пасту У меня в данном случае вот такое лечо Очень вкусное У кого есть томатная паста Тоже можно Вот это лечо очень вкусное Я уже с ним готовила И мне очень оно понравилось Начинаем перемешивать И пробовать на вкус На вкус Наша заливочка Должна быть солено-сладкой Сейчас я попробую При необходимости добавим с вами Немножечко сахарного песка Немножечко соли Сейчас попробуем Так Мне не хватило Лечо Я думаю надо еще добавить Если кто-то любит В томатной сметанной заливке То это тоже очень-очень вкусно Но сегодня я буду готовить Без сметаны Пробуем Я сейчас немножечко соли добавлю А вот сахара у меня достаточно Видимо в этом лечо Уже присутствует сахар Вот моя заливочка Будет уже и готова Отличная Все Начинаем собирать Значит я взяла вот такую форму И сейчас на дно Буду выкладывать овощную подушечку Которая состоит из моркови и лука Все И теперь начинаем Выкладывать наши голубчики Вот так Один за другим В рядок Помещаем все голубцы Очень красиво получается И вы увидите Что это будет невероятно вкусно Вот Как раз у нас все голубцы Уместились Теперь мы сверху Добавляем Нашу овощную Прослоечку из морковочки и лучка И сверху будем заливать томатом Ой, как красиво Все Овощи уложили И теперь заливаем Заливкой томатной Сверху не забудем присыпать Укропчиком свеженьким И отправляем Всю эту красоту Томиться В духовку Минут на 50 Либо час Ожидаем Приготовления Наших голубцов Какие же они красивые И все-таки Самые вкусные Голубцы Получаются Из листочков Весенней Молодой Капусты Посмотрите Какие у нас Голубцы получились Сочные Сытные Нежные И аппетитные Ну просто загляденье Давайте попробуем Смотрите Какие они Нежные Красивые Сочные Смотрите Тают Просто Вот какие Красивые Вкусные Нежные Голубцы Вот Друзья мои Кому понравился Мой рецепт Голубцов Ставьте лайк Кто еще не подписан Подписывайтесь Обязательно Настоятельно Рекомендую Вам Приготовить Такие Нежные Вкусные Сочные Голубцы Ну а на сегодня Все Я вам желаю Прекрасного Доброго Чудесного Настроения И до новых Встреч Друзья мои